здравствуйте друзья вопрос зачитываю здравствуйте михаил смотрю ваш канал около трех лет с того момента как посетила мысль мигрировать в штат хочу выразить благодарность за контент канала так как это одно из немногих мест где можно перенять опыт других людей и попытаться примерить его на себя ввиду многообразия жизненных историй фактов чисел тем не менее лично мне не хватает на вашем канале истории по людей с гуманитарным образованием они конечно есть но это скорее истории про то как человек перестал быть гуманитарием и ушел войти я бы хотел поделиться своей историей про гуманитария который пришел войти и задать вопросы то есть он тоже войти значит ну хорошо мне 27 лет образование гуманитарное владею английским на бизнес уровне работаю на руководящей должности в телекоммуникационной сфере работа заключается в методологии и оптимизации процессов как на уровне информационных систем создания развития внедрения работа с данными тестирования так и на уровне процессов работы персонала оптимизация зарплат увеличение эффективности но последнее чтобы я вот сказал о том что он делает это гуманитарность вот этого занятия ну хорошо другими словами использование информационных технологий для достижения целей бизнеса привязанных к маркетингу продажам сервису ну хорошо бизнес ладно размышляя о иммиграции понимаю что на руководящую позицию без американского опыта рассчитывать не стоит ну я соглашусь там но для старта подойдет и работа уровня джуниор ну хорошо не в 27 лет можно и джуниор да то есть когда человеку 45 и он готов начать с джуниор тогда сложно так как дальше все будет зависеть уже от меня встает только главный вопрос что конкретно искать анализируя вакансии в сфере айти на сайтах максимально приближенные к моим навыкам выглядит работа project менеджером таки таки да что опять же маловероятно ввиду отсутствия опыта в сша плюс нередко требуемое знание языков программирования которого у меня нет вакансии в маркетинге не рассматриваю так как а нужно знать и уметь работать со спецификой американского рынка б маркетинг силиконовой долине это не то место и не те деньги если говорить о специфике местности и преобладание сферы айти в ней хочу попросить ответы на следующие вопросы у вас михаил как человека который не первый год в отрасли и знает рынок какие позиции существуют на рынке силиконовой долины в сфере методологии развития проектов работы с данными на какой минимальный доход можно рассчитывать в этом направлении да хорош вопросы чем занимаются компании какая сфера где тестеры прошедшие вашу школу имеют наиболее успешный карьерный рост и доходы этот вопрос особенно интересен там где есть большой объем работы для тестирования должен быть большой объем работы для создания продукта и его методологии ну что же друзья давайте мы попробуем поговорить единственно что я хочу сразу предупредить что все-таки я не специалист вот как бы по бизнес аспектам этого всего по методологиям вот вот этого плана это совершенно не то чем я занимался я так может со стороны немножко наблюдаю но но не больше того значит я бы начал с последнего вопроса он очень интересный последняя часть из трех до чем занимаются компании где тестеры прошедшие вашу школу имеют наиболее успешный карьерный рост и доходы потому что вот в этих компаниях должно быть много работы вот такой аналитической я хочу сказать что вот здесь я вижу как бы некоторое недопонимание специфики того что у нас тут на местности происходит у нас очень много маленьких компаний очень много есть такие что они вроде сегодня маленькие а завтра становятся большими вот когда-то там относительно недавно google был маленький и там facebook был маленький или там какой-нибудь вот сам там был вообще никакой говорить вот компания хатмейл два пацана там в бедруме начинали поэтому тут понимаете специфика все-таки компаний маленьких с потенциалом и очень такая как сказать кухня интенсивная этого всего и когда вот идет речь о тестерах которые карьеру построили больше денег получают там и так далее я думаю о каком таком мире он вот что у него в это время там в сознании что он себе представляет google facebook microsoft apple вот может быть на этом уровне мне какое-то видение карьера деньги там у нас в средняя продолжительность найма на постоянной работе кремниевой долине два года но вот то что я читал не замуж что на меняется вот последний раз когда читал было два года поэтому карьера не в том что ты в какой-то компании там круто там куда-то карьера в том что ты поделал одно поделал другое пошел туда пошел сюда ты соответствуешь динамике технологии рынка вот это карьера а сидеть например много-много лет в одной компании ну наверное можно я я только не знаю как управлять этим процессом понимаете это тогда должны быть люди не из нашей школы это должны быть люди может быть из как с каким-то очень серьезным фундаментальным котируемым конвертируемым образованием может быть они должны быть из стэнфорда там из гарборда я не знаю из яйла и вот у них какой-то другой там путь если только они не вынырнут в создании своего стартапа и так далее вот скажем для выпускников стэнфорда это очень массово поэтому карьерный рост доходы сегодня если мы протестеров говорим ну вот люди которые как бы в техническом плане развитые там кодируют так еще что-то вот они могут получать там 120-130 там 140 тыс вот я знаю таких люди которые на административной работе скажем ки менеджер может получать там 130 140 тысяч а ки директор я знаю людей 170 вот у него там под ним там три менеджера при этом один может быть в китае один в индии и пять человек тут вот и и он у них там уже ки директор такого плана то есть дело не в том что он вот был в этой компании ки директор у него было сто семьдесят тысяч а он а если бы он был в той и он бы дорос до ки директор у него было бы там 350 нет такого я я такого не вижу поэтому еще наверное может она где-то есть каких-то таких дозах что вот чтобы это заметить надо принадлежать какому-то узкому кругу которому я не принадлежу безусловно и так далее я не знаю вот но так вот именно вот в широком такого аспекте я считаю что третий вопрос он как бы искажает вот ту реальность которой мы есть я я не вижу вот этой реальности вот вот тут где мы сейчас с вами проезжаем на как значит теперь дальше какие позиции существуют на рынке в сфере методологии развития проектов работы с данными значит конечно я считаю что то что вот наш автор вопроса я пытаюсь имя увидеть я не вижу имени наш 27-летний значит упрощающий автор он очень точно попал в project management то что он делает то что вот он так как-то он увидел в обязанностях людей то что то что они там вот этим занимаются примерно есть конечно какие-то другие позиции которые может быть так или иначе тяготеют есть например люди которые в серьезных конторах работают и сложные процессы банках страховых компаниях например вот и это так называемый бизнес аналист есть такая профессия бизнес аналист он должен хорошо знать предметную область которую он работает допустим опять страховой бизнес банковский бизнес причем у них там еще внутри специализации что страховой бизнес он очень обширный и банковский тоже очень обширный инвестиционный очень обшир айтишные вот в смысле сервисов которые компании предоставляют населению а тоже очень обширный там тоже есть своя аналитика и так далее поэтому значит есть есть люди которые глубоко знают процессы технологии но на уровне вот как бы не внедрение такого разработки нового а на уровне как бы планирование что-то такое вот конечно это это люди очень ой как тут он передо мной встал мой о да какой тут автобус бы влез передо мной да вы не видите значит я могу развернуть камеру давайте разверну вот вот этот вот разбойник прямо сейчас передо мной влез вот так наверно интереснее будет бизнес-аналист вы можете конечно просто пойти на какие-нибудь сайты ну вот например вы поперк на линк ты не это можно делать просто искать процент людей там по ключевым словам там проджек менеджер бизнес анализ там будет очень много профайлов резюме можно то же самое делать на крекли крекс листе там тоже много резюме на на линк ты не конечно гораздо больше солидных хороших качественных резюме безусловно вот вы можете не просто там почитать вы можете списаться с этими людьми вы можете сказать там привет вас я вот там оттуда-то вот там собираюсь переехать сша может быть ты мне что-то подскажешь я я вас уверяю что если вы обратитесь там к полусотне таких людей из них десяток с удовольствием вам ответят и из этого десятка там три-четыре вам скажут что такое что абсолютно перевернет все в вашем сознании и поставит вот с головы на ноги то есть надо надо идти к тем людям которые как бы понимают хорошо вообще я не уверен что этот автобус своей заднице чем-то лучше моего лица честное слово я ничего я на него смотрю значит да что у нас еще project management значит как попасть в это дело и как как попасть и сколько за это платят ой ой значит сколько платит это очень интересная штука потому что платить могут например ничего вообще вот я вам дам сценарий такой сценарий значит вы работаете кем-то не знаю кем но вот на жизнь зарабатываете кем-то я я извиняюсь софтвер тестируете если уж на то пошло а в свободное время вы ходите на разные профессиональные группы выходите на бизнес-группы метапы всевозможные встречаетесь с людьми и дальше вы обнаруживаете для себя там не знаю пару-тройку а может быть только один но обалденный стартап где есть классные ребята где у них идеи шикарные и где у них явно не хватает вот этого и вы им говорите пацаны давайте я буду вам это делать бесплатно да ну то есть бесплатно но если пойдет дело то то будет и позиция то будет и рост и будет вы может там вице-президентом окажетесь через два года вот а там уже будет работать 200 человек я не знаю но просто вы предлагаете себя в этом качестве и дальше вы что-то делаете с ними они могут закрыться через четыре месяца а могут во что-то вырасти шансов что они закроются раз в сто больше чем они во что-то вырастут это не имеет значения у вас уже в резюме запись появилась вы можете в крайнем случае пойти еще какой-то стартап взять пусть даже бесплатно но у вас уже опыт есть американский вы уже говорите на правильном языке не неправильном английском а правильном стартаповском технологическом айтишном проджек менеджментом но вот на профессиональном вот на этом языке нормально говорить и где-то вам может быть дадут там не знаю там ну просто чтобы не было бесплатно там денег особо нет ну дадут 15 долларов например и дальше вы будете думать взять эти 15 долларов и пойти к ним или например остаться на тех же 15 долларов если вы там не знаю там пиццу развозите или ну что я не знаю что вы делаете за 15 долларов и вот так она потихонечку пошло то есть не исключено что для того чтобы войти в это дело может быть надо вообще бесплатно что-то поделать то есть возможности такие есть их много теперь вообще и в эмиграции человек первым делом решает задачу тигая машинка передо мной прикольная правда вот как какой-то космический аппарат человек решает задачу самообеспечения то есть если у вас не ограничено много денег и вы просто ищите вот что-то такое мечту свою то конечно но обычно так это не всегда получается редко получается поэтому вам нужно зарабатывать на жизнь и вы говорите себе значит то что должно случиться через пять лет совершенно не обязательно должно случиться именно через месяц может быть ну там год будет так потом через год и ближе потом ближе а потом через пять уже будет то что надо тем более вам всего 27 не то что там вам на пенсию через три года выходите уже нужно какие-то достижения такие иначе уже все иначе уже времени не будет будет значит да сколько получают вот вот от начиная от ничего и кончая 15 долларов а может быть и нормальный там как это более нормальная зарплата может быть 40 тысяч может быть 60 может 80 но вы должны как-то уже туда попать уже не сказать я такой вот из раши приехал вот хочу понять на каком я свете вы уже то сказать у меня есть опыт с этим проектом с этим проектом с тем проект и в резюме написать там как положено значит более того когда вы окажетесь на местности у вас будет намного намного более четкая картина чего вы толком ищите эта картина произойдет в сознании не от того что вы выйдете из самолета на местности а от того что вы поживете немножко с людьми пообщаетесь значит походите может быть на интервью там на тусовки на тут есть такие мероприятия называется job fair job fair бывает на уровне одной компании вот допустим сейчас то ли было то ли на следующей неделе будет там в интеле например job fair всего одна компания но вы можете походить там менеджеры из разных отделов там поговорить резюме там потолкаться а есть такие job fairs где много народу относительно много не безумно много из разных компаний там кадры бывают что и менеджеры можете тоже потолкаться поболтаться то есть что я хочу сказать что пребывание на местности позволяет человеку лучше ориентироваться вы можете очень здорово подготовиться дома я не говорю что дома готовиться не надо я хочу сказать что в этой подготовке есть компонент который реально встанет на место вот когда вы будете уже на местности при самой лучшей подготовке издалека значит так вот я я бы сказал так человек приехал человек работает на какой-то работе в принципе он может искать то что он хочет выполняю абсолютно любую работу которую ему не в лом дело пусть даже на небольшие денежки тоже вопрос о том насколько можно рассчитывать этот вопрос предполагает что вот я приеду сразу займусь сразу это будет моя первая работа сразу займусь вот этим приближаясь к тому чтобы там со временем куда-то там вырасти и туда-сюда не обязательно может быть первая работа самая любая вот а потом потихонечку последовательно приближаться project management это очень востребованная очень мощная профессия и там тоже есть свои как бы сказать медальки в частности есть сертификация вообще есть образование есть сертификация по project management которая эквивалентна мастерс дегри такие тоже есть это не обязательно чтобы вы дома это получили это не обязательно чтобы приехали в америку и начали с первого дня туда ходить получать это можно там со временем но это как перспектива из project management я думаю что вы просто почитайте может быть где-нибудь там дети на википедии а еще лучше там опять же посмотрите кроме википедии там посмотрите например резюме там на профайлы на linkedin но над project management там есть программ менеджмент программ менеджмент и это то куда вы можете достаточно быстро прискакать начав вот этот путь так что да теперь значит из того что я вижу например опять вы понимаете что я смотрю на эту улицу как бы из своего окошка я не могу по всем окнам пройтись вот у меня есть свое я могу сказать что у нас было много ребят не безумно много но достаточно много вот такого плана тоже как вы то есть с таким интересом кругозором и они вынурнули со временем вот в project менеджменте кто-то быстрее кто-то медленнее это зависит от уровня владения английским безусловно и от возраста зависит и от не знаю от деловых качеств но во всяком случае они вроде начинали как тестеры но что такое там человек тестирует программное обеспечение это значит что он находится внутри компании находясь внутри компании вы знакомитесь с каким-то количеством людей зависит от компании если вы попадете в microsoft например то ну я не знаю там много групп я не знаю с кем вы конкретно будете работать может быть у вас там 90% людей с которыми вы работаете где-нибудь в индии там или не знаю где в цюрихе но в принципе когда вы находитесь в компании вы в какой-то группе работаете и в этой группе есть люди разных профессий занимающиеся разными делами соответственно у вас возникает какой-то круг знакомств соответственно вы можете с ними поболтать вы можете пойти с ними на ланч ну все время люди ходят на ланч куда-то значит вы можете там я не знаю просто неформально потрепаться в коридоре или там подойти спросить что-нибудь но вопрос в том что занимаясь тестированием вы видите взаимоотношения этих групп вы видите вот этот вот цикл разработки программного обеспечения причем не просто разработки а может быть начиная от самых ранних таких невидимых многим людям стадий и кончая уже там внедрением там и так далее поэтому вы начинаете понимать взаимодействие вы начинаете понимать вот те процессы и механизмы не понимая которые нельзя быть project manager то есть вот вы с этого окошка или там с этой дверки вы зашли вот значит в это здание что на самом деле неплохо я видел много людей которые заходили именно с этого и они начинали понимать индустрию вот эту предметную область и довольно быстро многие вот пошли по этой части но вы можете пойти то есть не только не по линии project management из него в программ менеджмент вы можете пойти киэй менеджер там из киэй менеджера киэй директор из киэй директора но в принципе есть люди дорастают до вице-президентов там например такие тоже есть но я читаю вот это письмо думаю что там есть только один компонент один компонент который надо было бы немножко так причесать потому что все остальное там нормально возраст замечательный английский на месте уже у него опыт такой айтишного project management там может быть даже program management я не знаю там чем он конкретно занимался но все-таки он уже там он уже там значит чего нужно нужно просто не загонять себя не загонять себя в очень узкие рамки которые определяют успешность того что будет происходить понимаете значит вы успешны будете не тогда когда у вас первая работа будет именно в этой области и сразу на 150 тысяч это не ну то есть оно неплохо я же не говорю что плохо я просто говорю что даже если это произойдет не через не сразу вот по сходу с самолетом а даже через пару лет это уже неплохо совсем и не так даже важен вот этот путь который вас туда приведет есть много разных дорожек которые вас туда приведут и надо быть просто очень открытым и сказать я вот так смотрю в эту сторону но я очень открыт вот так зайду или так зайду или сяк зайду и есть такие потрясающие пути на самом деле о которых вам никто даже и не скажет не потому что хочет скрыть от вас а ему в голову не приходит понимаете вот есть люди которым даже в голову не приходит какие бывают классные штуки он когда с вами случается вот надо же что только на свете не бывает понимаете вот я я был в такой ситуации невольно когда я стал тестером никто вообще не знал что есть такая профессия а я уже стал тестером и и вот я сделал школу там по software quality assurance это же это же абсурд приезжает человек из другой страны по-английски толком не говорит еле-еле там моя твоя mi russian mi tester mi job понимаете там четырех лет в стране нет и этот человек берет делает школу по профессии о которой никто не знает почему же местные не знают почему же это профессия почему и не стали учить там пятой шестой десятой профессии в тех школах которые уже существовали и учили там пяти шести десяти профессии и сиска и оракол там и я не знаю там си пласт пласт почему же они этого не делают понимаете поэтому есть масса вещей которые никто вам не скажет что они есть но они да есть и вы не можете планировать этого вы должны быть на месте вы должны быть открыты вы должны себе конечно наметить что-то такое да это неплохо но вы должны сказать все независимо от того как оно пойдет есть такая я закончил мой рассказ вот чем есть такая мулька на тренингах по достижению цели по успешности там и так далее есть такая мулька вот там спрашивают вот давайте ребята прежде чем мы начнем если вам скажут разбить по процентам вот сколько процентов вы даете на знание пути и сколько процентов вы даете на цель вода если я знаю цель и вот еще есть путь к этой цели вот как я разбиваю важность хоть там 50 процентов важности иметь цель и и еще 50 иметь путь некоторые и вот ты смотришь на людей некоторые говорят путь это там 95 процентов это путь если ты его весь путь распишешь все он пошел а есть люди которые говорят сто процентов это цель потому что если цель есть путь найдется и там дальше идут некоторые упражнения я не хочу вникать в ходе которых выясняется что путь вообще значения не имеет, потому что если цель есть, то она будет достигнута, потому что путь всегда подойдет. Понимаете? По воде ходить нельзя. Человек утонет. Но, если ты видишь цель какую-то, и уже не смотришь под ноги, вода там или что, и дальше ты ногу только занес, она у тебя баха, и уже у тебя твердь под ногой. Понимаете? Идешь ты по морю, акипосоху. Понимаете? Когда ты идешь в землю обетованную, море расступается, и ты по дну проходишь. Понимаете? Ну, я, конечно, образно все это. Но, к чему я рассказываю? К тому, что смотрите гораздо больше смотрите на цель, чем вот на то, а как я конкретно вот это, а какие там будут деньги, а какое там будет что или там все. Имейте денег там, допустим, на несколько месяцев жизни, чтобы, ну, не подвиснуть, не залипнуть там и так далее. Ну, не знаю, на полгода жизни, чтобы денег было. Вот. И вперед, и там дальше все это разрешится. Чем лучше вы подготовитесь, тем лучше. Но это не значит, что вот, знаете, без этого никуда или это самое главное. Нет. Оно неплохо. Оно неплохо. Вот. Так что такое мое видение. И я бы не сказал, что у вас какие-то серьезные неразрешимые проблемы в этом есть. Вот я не вижу. То есть, наверное, есть такой уровень, куда просто так вот иностранцу, например, не попасть. Даже если он там уже и 10 лет, и 20 в стране прожил. Может быть, есть такое тоже, но это уже такая узкая, такая, я уж не знаю, там, элитарная строчка там, что горя на огнем между нами. То есть, все остальное ваше. Так что цель поставил и вперед. Счастливо и успехов, и тому, кто вопрос задавал, и всем нам тоже не помешает. Зачем. Чикаго? bastante. Все остальное ваше. ut